Битва за возможность выйти из минуса обещала жару на стадионе футбольного клуба Минск, где встречались худшие команды Беларусьбанк высшей лиги. Увы, огня в исполнении Исла Чаинафтана болельщики не увидели. Максимум между обладателями последних мест турнирной таблицы время от времени проскакивала искра. Однако раздуть из нее голевой пожар командам не удавалось. Где-то подводил дефицит мастерства, порой соперники мешали друг другу, а иногда путь с мячу в сетку преграждало банальное невезение. Возможно, проявили болельщики активность и со страсткой погони неприятелей навстречу друг другу голевое пиршество все же состоялось бы. Но, увы, завести аутсайдеров с полоборота на столичные трибуны пришло всего четыре сотни человек. А потому подогревать страсти по периметру зеленого газона было особо некому, разве что фанаты разрезали воздух голосами. Исныч заводили более высокие ноты, поскольку тамошний сектор был составлен преимущественно из юных болельщиков. А вот у северян голос звенел стальными нотками, которые, впрочем, парни Олега Сидоренкова также не разбудили. Вот и получается, что самым колоритным персонажем вечера в рядах антагонистов волей-неволей признаешь Виталия Жуковского. Тренер хозяев всячески старался растормошить подопечных и вывести их из зоны комфорта. Порой он даже был близок к успеху, поскольку волки вплотную подбирались к воротам Аснина и даже опасно по ним били. Но начальный счет на табло не менялся, сводя к нулю усилия рулевого. Почему так происходило, после матча попробовал объяснить защитник Исныча Никита Рочев. Мы хотели победить, они хотели, мы хотели все-таки быть уже из минуса, чтобы наконец-то уже очки прибавлялись, а не отнимались. Хотели победить, но тяжелая игра, хорошая. Соперник тоже находится в таком же положении, как и мы. Мы знали, что будет трудная игра и знали, что не будет легко, никто не отдаст 3 очка. Ну, ничья, я думаю, это закономерный результат, хоть у нас, да, были моментики, и у них тоже было там 1-2. Ну, значит, мы не наиграли на победу. А вот Нафтан, который по ходу первого круга бросал от уп-жарта в холод, ничейный исход устроил. Ведь команда, приехавшая на матч всего с тремя запасными в заявке, не просто добыла очки, но и сохранила ворота в неприкосновенности. А будь новополача, они чуть удачливее в контратаках, вовсе могли бы уехать из столицы героями. Впрочем, после полуторамесячной засухи, даже один набранный балл для нефтяников в радость. Расписав мировую без забитых мячей, соперники синхронно вышли в абсолютный ноль. То бишь ликвидировали тот отрицательный пассив, что получили перед стартом сезона, как штраф за юридические провинности. И теперь второй круг кисло-чеснофтанам начинать с чистого листа. Правда, для сохранения прописки в элите стартовать после летней паузы придется с места в карьер. От спасительной 13-й позиции, которую занимает футбольный клуб Минск, аутсайдеров отделяет дюжина баллов. Редактор субтитров А.Семкин